всем добрый день продолжаю рисование глаза зевры это второе видео и заключительное в конце видео будет уже полностью готовый рисунок и так план на это видео полностью попририсовываю все оставшиеся там части это будет в основном фон немножечко подправлю глаз более сделаю таким как бы насыщенным черным цветом и буду заниматься фоном то есть фон у нас черных полосок и как бы белых вот черные полосы попробую применить угольный карандаш заодно попробую как как рисовать и как почувствую как это все новым как бы новым инструментом рисовать то есть видел рисунки рисунки этим углем очень красивые очень такой насыщенный черный цвет ну решил попробовать себе тоже порисовать то есть некоторых местах буду применять этот угольный карандаш некоторых обычными карандашами то есть там где самые черные как бы полоски то там буду угольный карандаш использовать и так довожу немножечко глаз делаю еще черные эти оттенки добавляю вот и потом уже займусь этими полосочками вот то есть там где вот белые пространства там буду обычными карандашами в основном hb 2b делать штриховку которая будет показывать эту как бы шерсть зебры вот то есть там буду делать штриховкой это все дело то есть порисовал и немножечко этим вот углем попробовал как он дать цвет очень такой насыщенный очень черный получается одну там очень много нюансов вот на дачу конечно к нему привыкать к этому углю то есть заметил всякие нюансы ну к примеру то есть углем нужно рисовать именно чисто по бумаге сразу то есть у меня вот эти были намеченные от полоски графитовым карандашом и уголь на него уже как бы не ложится он как бы проскальзывает по вот этим вот полоскам то есть мне на будущее будет урок то есть и как своего рода практика что нужно рисовать сразу изначально углем а не намечать там всякие там черные области вот вот с правой стороны был пропуск я наметил изначально эти полосочки черные и потом поверх прошелся углем то есть этот один раз прошелся углем и так уже заметно сразу черные по полоске то есть второй минус но на мой взгляд этого карандаша что он очень как бы хорошо растирается то есть просто вот нанес карандаш вот кисточка его как бы смахнул вот эти вот остатки и она сразу все поразмазывала то есть принципе в некоторых местах она уместно вот в данном случае вот как зебра то есть там вот идут вот эти вот ворсинки то есть волосы этого да вот и если смахивать вот эти все как бы крошки угля по как по ходу роста этих волос вот то получается нормальный эффект как будто как будто эти волоски как бы так вот как бы размазаны в эту сторону это один из таких как будто плюсов я бы сказал а вот другой минус тут если как бы растирать пальцем одно видео в некоторых местах видно что я пальцем так немножечко растираю в данном случае вот полосочку я сейчас дорисую и пройдусь немного пальцем то руки становятся сразу черными вот ну и приходится там как бы часто мыть эти руки чтобы ни разу не размазывать как бы оставшийся рисунок углем принципе мне понравилось рисовать надо будет еще немножечко попрактиковаться на какие-то там других рисунках ну то есть как именно самый самый черный фон и очень быстро набирается туда то есть он классно его применять то есть это как бы из плюсов но вот и не размазала то кисточкой такие получились разводы потом поверх этих самых разводов сразу прошел с графитовым карандашом и так получилось как как имитация шерсти все остальное буду в таком духе тоже продолжать вот то есть с правой верни с левой части рисунка то есть у меня получилось это все карандашом как бы угольным пройтись а вот с правой мне уже не получилось там более был такой слой вот этого графитового карандаша и поэтому уголь там проскальзывал то есть мне пришлось в несколько раз пройтись опять-таки графитовым карандашом чтобы добиться такого черного этого эффекта принципе и прорисовываю данный рисунок как бы проблема еще с фокусом у меня бывает пропадает тот фокус вроде бы нормально снимается изначально сфокусировалась а потом что что-то происходит и это становится размытым ну я заметил у меня такое получается когда рисую на формате а4 вот и когда камера слишком близко как бы приближается то фокус уже начинает там гулять туда-сюда и получается некоторые моменты вот размытые вот когда на формате а3 рисую то есть расстояние более как бы дальние от камеры и фокус уже более-менее нормально фокусируется ну не знаю может быть особенность этого телефона либо встроенной камеры в этот телефон ну не знаю ну такие вот пока проблемы и трудности вот прохожусь штриховкой под этим вот белым участком то есть тоже учитываю и направление этих ворсинок вот цвет ворсинок то есть ближе к черному там они как бы переходят от черного более светлому такой будет там тоже надо будет несколькими карандашами это все прорисовать то есть более по середине между полосками как бы да то там будет самый такой белое белое белый волос вот то есть ближе к черному они уже будут переходить там бы по градациям серого ну опять-таки особо там в подробностей как бы не вникал то есть показал штриховкой вот то есть весь этот рисунок то есть как какой-то там тест для для меня лично и вот попробовал тут угольные карандаши то есть как они в деле не знаю у меня было там несколько этих угольных карандашей какой-то китайской фирмы даже непонятно какой вот ну не знаю если какие-то брать качественные карандаши возможно уголь будет себя как-то по-другому вести вот ну не знаю пока у меня только было два карандаша какие-то там я не помню градация light градация натура как-то так все возможно в дальнейшем приобрету себе какие-то другие угольные карандаши попробую ими порисовать в принципе на этом буду заканчивать то есть когда были пропуски по подорабатывал немножечко вот этот вот сам глаз то есть более насытил вот сам именно зрачок то есть поделал как бы такие имитирующего глаз или радужную оболочку какие-то полосочки да не знаю насколько похожи объем не похожи вот ну по крайней мере попытался рисовать получил какой-то вот урок для себя вот какой-то там навык даже вот в обращении с угольным карандашом то есть в принципе полезный полезный опыт то есть нужно что-то менять нужно пробовать разные инструменты по крайней мере ради интереса то полезно на этом буду заканчивать свой ролик спасибо вам за просмотр спасибо за ваши лайки за ваши комментарии которые вы оставляете мне очень приятно ваша поддержка что вы смотрите мои видео всего доброго увидимся в новых видео до свидания до свидания до свидания